Добрый вечер всем, кто только сейчас присоединился к нашим трансляциям. Приглашаем вас в Калининград, дворец спорта «Янтар». Второй игровой день и встречается локомотив Калининградской области и протон город Саратов. И, конечно же, основной задачей нынешнего сезона было у тренера сохранить основной костяк прошлогоднего успешного своего состава, где удалось команде завоевать бронзовые медали. Достаточно хорошо поигравшие и заявившие о себе волейболистки. Это и Алена Кондрашова, которая три сезона последних провела в составе «Уралочка» НТМК из города Свердловска. И именно с «Уралочкой» она стала бронзовым призером. Серебряным? Да, это сереброшка. Серебряным призером проиграли они в том сезоне. Локомотив, да. Да, была очень интересная серия. Варвара Сергеева на подаче. На месте Валерия Зайцева так и отчаянно бросилась. Она за этим мячом и не зря. Ксения Барубин забивает. Четвертое очко. Хорошо сейчас быстро так ориентируется Татьяна. Толок, она же Кадочкина, на приеме. Сверху принимал этот мяч. Да, вот идеальная. Но, к сожалению, розыгрыш, к сожалению, для Локомотива розыгрыш остался в пользу Протона. 6-4. Хороший прием Светланы Гатиной. И снова Наталья Малых. Быстрая атака во второй зоне. Именно с Локомотивом Протон играл в полуфинале прошлого сезона, да. Именно Локомотив отправил Протона сражаться за Бронзу. А вот и Татьяна Толок. Кстати сказать, буквально в прошлой игре мы с Натальей поднимали вопрос высоты съема, да. Вот какую высокую точку достают игроки. Вот это вот мне казалось интересно. Ну, допустим, Ксения Парубец, вертикальный прыжок с разбега 304 сантиметра, 292. Прыжок с разбега 302. То есть очень близкие показатели с Ксени Парубец. Ну, а вот интересно, а Жанна Каськова, да, которая, ну, ниже основных. Можно вносить какие-то корректировки. Ну, какие корректировки можно внести? Можно, наверное, подкрутить расстановки, да, чтобы как можно чаще попадала Татьяна Кадочкина. Да, например, на блок против Натальи Малы. Хорошая подача. Передача в четыре. Алла Галкина в защите, ну, там Ксения Парубец тоже уворачивалась. Как-то от этого уменьшает. О, как-то. Как минимум две расстановки в ее распоряжении есть. Классный блок Татьяны Толок. Один в один. Закрывает она, забег с одной ноги. Меликовой, да. Перестраховывается на подаче. Мне кажется, она всегда резкут и здорово подает. Пусть ошибается на подаче уже Светлана Гатина. 18-24. Конечно, большой запас сэпболов у Протона. Ну, посмотрим, сможем ли Локомотив сократить отставание и повернуть ход этой концовки в свою пользу. Либо все-таки поменять настрой собственный уже на следующую партию. Забивают 20-катой очко. Полин, ой, прошу прощения, Варвара Сергеева это была, да. Ну и Протон впереди. Ну вот, мы видим по статистике, что ни одного мяча не забила Валерия Зайцева, которая очень с высоким процентом демонстрирует свою игру. Обычно. Хотя, если так смотреть, то крайние-то нападающие и Ксения Парбец, и Татьяна Толок, они справились со своей атакой. Остается очко за Протоном Светлана Гатина. Подача, хорошая подача такая сверху вниз полетела. Здесь Екатерина Любушкина и ее мастерство. Низковата была передача, честно говоря, в команде Санкт-Петербурга. Сегодня же как будто совершенно другой коллектив перед нами. Передача на Ксению Парбец смягчает Полина Беликова. Здесь на месте в защите правильное место выбирает Алена Контрашова и Жанна Каськова на тройном блоке. Ну, вроде неплохой отскок был, да. Можно играть, можно такие высокие отскоки от блока доигрывать, но мяч полетел именно в вообще незащищенную зону. Выцеливает Татьяна Колок. Парбец. Улетели блокирующие в линию. Прямо заметно это было. Вот сейчас прикрывали линейное направление. Чисток проигранных мячей на приеме, но и нет качественной доводки, да. То есть мы не можем никак справиться с приемом, чтобы развязать руки связующим, которые могут помочь своим нападающим забивать и сделать игру интереснее. А так получается, пока Алена только бегает и снизу выбрасывает куда-то вынужденные передачи. Гатина хорошая скидка. Гатина хорошая скидка. Есть прием, быстрое взаимодействие Любушкиной и на месте Костюкевич. Именно ее заслуга сейчас была, а сейчас Смеленко. Здорово Галкина в защите и Татьяна Толок. Тройной блок не рисковала. А вот это невероятно кистевой сейчас перевод. Мастерство, да, мастерство именно Натальи Малу. В моменте, что все попадало в игроков, все спасалось и оставлялось в игре. Здорово сейчас забивает Татьяна Толок из четыре по четыре. Лют, свободный от игровой практики. Какое мудрое сейчас незрячее решение принимает Жанна Краськова. Увидела она незащищенный угол первой зоны. Галкина здорово принимает. Красная защита Марии Смеленко. Сложная передача на Малых. Вот прям исправляла, доставала. Ну, розыгрыш продолжается. Снова Наталья Малых. Скидка не проходит. Неожиданное подключение для саратовских волейболисток оказалось это. Да, вроде бы три нападающих на передней линии у Локомотива. Хочешь, не хочешь, вместо тебя никто не придет и твои ошибки не исправят. Ну, соответственно, тут уж. Втроем поднимали сейчас против атаки Беликова. Это какая зрячая скидка Ирины Килиштинской. Сейчас, чтобы немножко воспрянуть, но не показывать, на что они способны. Есть защита от Аллы Галкиной. Тройной блок Татьяны Кадочкиной. Но не замечает она его перед собой. Ольга Костюкевича вроде бы контролировала этот мяч. Но сложно для Оли. Сложно для Оли. Тройной блок организован. Александр Ремцов, в принципе, он судья мужского чемпионата. То есть он привык быть жестким. Поэтому я и жду, кто-то проявит он эту жесткость. Но мы скажем так, игрок же тоже распускает свои эмоции, когда на него не реагирует. Длинную сторону, как буквально вышвырнула Смеленко эту передачу. Тройной блок. Тройной блок. Тройной блок. Тройной блок. Сеня Парвец. Длинную диагональ отправляет она эту атаку. Снова выцеливает Татьяну Толоку. Дана Каськова не стала рисковать. Высокая передача на Боброва. Обман. Здесь можно доигрывать. Все как по науке выбивается. Скидками обмениваются команды. Ну вот Наталья Малых наконец-таки атакует и правильно делает. 25-23 ставит точку она во второй партии. Братон впереди в этой встрече со счетом 2-0. Но по-прежнему не заиграны центральные. По-прежнему не заиграны центральные локомотивы. И это очевидно и понятно. Всего лишь 38% на приеме. Видимо расстроены они результатом прошедших двух партий. И вот как бы тут нужно искать эти силы и самим себя поддерживать, заводить. Но эти эмоции некоторых игроков. Быстрая передача на Малых. Смахивает она по линии. Видя перед собой двойной организованный блок, который закрыл все ходовое направление. Конкретно локомотив справиться не может пока. Сегодня Барбец забивает второе очко у своей команды. Катерина Любушкина здорово подает. Снизу вынуждена пасовать Мария Смеленко. Буквально спасала Каськова сейчас этот мяч. Ну вот как-то сегодня Алена Комбрашова с Жанной Каськовой по передаче. Ну вот, наверное, сейчас состыковались. Говорите, говорите, Лена, чаще об этом. Чаще, да, о том, что кто-то с кем-то не стыкуется, тут же все налаживается. В общем, у нас, да, только... Заменила она Викторию Кушину на этой позиции. Здорово она сейчас забивает из 2 по 2, Наталья Малых. Тихо. Часто это делает, не раз мы это видели. Пока сегодня еще нет, но, в принципе, есть такая опция. Алена Кондрашова зарабатывает 9-ое очко для Локомотива. Удача в край на Гатину. Разрез блока. Попадает Светлана. Смягчает блок. Тут все на капочке, на левой рукой. Отскок этот добивает после своей же атаки. Отскок от блока. Справляется, да. Галкина. Быстрая передача во вторую зону. Здесь избивает. Быстроится Сергея. Иллюстрация, да, слов о том, насколько важен качественный прием, качественная доводка. Ну что же, опять это подача Сергеевой. На сей раз получился прием. Одиночный блок. И да, удалось уйти из этой расстановки сразу. На этот матч. Быстрая атака Боброва и по первой зоне. Есть отличный прием. Быстрое взаимодействие с Любушкиной за головой. Защитники на месте. Здесь забивает Светлана Мгатина. Меняет направление мяч от Роди Екатерины Любушкиной. Ну и не забываем про замены, да, которые тоже доступны. Служная подача опять же в зону конфликта. Ошибается там на передаче. Несостыковка со своим нападающим у Смельянко. И забивает. Забивает этот матер. Не любит. 20-20. Хорошо летит подача. Справляется с непринимающей протона. Светлана Катина. Здорово. Мария Смеленко. Снова на Каськову. Снова здорово справляется Жанна в атаке. На двойном блоке. Алла Галкина в приеме. В длинную сторону. Горнова Крештинская сейчас эта передача. Практически из четвертой зоны. Поснула она. На пляжа, на Каськовой. Прикрепляет Алла. Этот мяч на Каськову. Здесь играет в защите. Остается мяч в игре. Высокая передача на Боброва. Буквально спасает она его, чтобы оставить в игре этот мяч. В грозе защищается сейчас Ирина Килиштинская. Оставляет шанс своей команде. Но Ксения Паруц ошибается. 3-0. Поздравляем. Саратовский Протон с победой. 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 Продолжение следует...